Барлашин Сергей. Луч. Глава вторая. Впереди шла длиногривая красавица. Мальчик шел следом за ней, обходя крупные ели, ступая на мягкую, прошлогоднюю опавшую хвою, мхи и траву. Оказавшись в лесу, легкий ветер остановился, а спустя еще несколько минут буквально застыл, как застыло все, и мочево они шли. Куда-то пропали даже насекомые, замерли листья и высокая трава. Лишь птицы радостно голосили и общались между собой на одном им известном птичьем языке. Впереди поперек тропинки лежало огромное дерево. Его спутница перешагнула через поросший пушистым мхом ствол лежачего дерева и, неожиданно подогнув длинные ноги, легла, обмахнувшись хвостом. Возникшие замашки он никак не ожидал, ему ничего не оставалось, как сесть рядом на длинные сучьи некогда упавшей березы. Взглядом полным невого изумления он блуждал по ней. «Ну, и что мы будем делать дальше?» Риторически спросил мальчик. Лошадь почти не среагировала на его реплику и лишь еще ниже развалилась на земле и только после этого жеста он понял, какая возможность открылась перед ним. Она уже не была такой высокой, он наконец увидел ее спину. Более того, закралась возможность сесть на нее верхом. Осторожно встал, не спуская с нее взгляда, он медленно, словно по тонкому льду, подошел к ней и положил на нее сначала одну, а потом и другую руку. Черногривая лошадь даже не шелохнулась. Осмелев, он аккуратно сел на нее. Она пошевелилась и, повернув голову, посмотрела на него. В ее взгляде мальчик прочел одобрение, после чего перекинул ногу, сев, будто заправский наездник. К немалому удивлению ее грива заволновалась, ноги выпрямились, голова поднялась на прежнюю высоту, доселе так непривычную для него. Лошадь плавно пошла вперед, по прежнему курсу, в сторону озера. Восторг наполнил мальчика изнутри, ибо с первого момента их встречи ему неосознанно хотелось, чтобы она его хотя бы немного провезла на себе. Он улыбался во всю ширину своего рта и лишь предусмотрительность не позволяла засмеяться от удовольствия. Существовала некая опасность, вдруг лошадь испугается звонкого смеха и попробует скинуть шумного наездника из себя. Однако, чем дальше они следовали, тем быстрее его предосторожность таяла. «Где-то поблизости должна находиться березовая роща», – думал мальчик. Сейчас они перемещались по смешанному лесу, но среди деревьев преобладали сосны, а потому видимость была хорошая. До чего удивительно тихо стало с тех пор, как они вошли и немного углубились в лес. Реку стало неслышно, даже птицы затихли. Ватная тишина образовалась так неожиданно, что мальчику показалось, что у него заложило уши. Сглотнул прежняя тишина. Лошадь перешла на легкую рысь, он обнял ее шею и плотнее прилег, перестав смотреть по сторонам. Складки одежды затрепыхались от сопротивления воздуха, а волосы откинулись назад. Странная тишина продолжилась, несмотря на увеличившуюся скорость. Только сейчас до него дошло, шум от копыт окончательно пропал. А они все набирали и набирали скорость. Стремительная скакунья достигла неимоверной быстроты, но свиста, либо шума в ушах совершенно не прибавилось. Деревья, ветки и кусты мелькали в одном вихре, складываясь в умопорочительный танец узоров, пока вовсе не смазались в одни цветные полосы. Они ловко преодолевали любые препятствия, лавируя между стволов, перепрыгивали невысокие коряги и кусты. Наконец в восторгу пришли на смену отчего-то тревожные чувства. Мать их закрыла глаза, на пару мгновений скорость снижалась. Послышался приглушенный стук копыт по дерну. Перестав жмуриться, он открыл глаза. Взору его предстала совсем неожиданная картина. Широкая поляна, заросшая высокой травой яркими цветами, окружила юного всадника. Лес отступил назад. Лошадь пошла теперь совсем медленным шажком, а потом и вовсе плавно остановилась у крупного валуна, доходившего ей до брюха. Интуитивно он догадался. Пора сходить здесь. На этом самом месте. Прямо сейчас. Он осторожно перекинул ногу. Башмаки коснулись твердой поверхности камня, гладкой от того, вероятно, скользкой. Но поверхность оказалась устойчивой, чего было достаточно, чтобы не скатиться с покатых краев. Маленький наездник посмотрел на лошадь и вкрачево сказал. «Я благодарен тебе». Возможно, он даже бы отвесил легкий поклон, но после такой головокружительной поездки решил воздержаться, лишний раз кивать головой. Через минуту черничная серая лошадь с удивительно красивой игривой уже маячила вдали, пока не скрылась в близкой молодой роще. А он продолжил идти вперед, влекомый все тем же любопытством. Крупные полевые цветы, совсем не такие, какими он привык их видеть, в действительности начали редеть. Потом местность круто поменялась. Вокруг вырастали холмы, и крутые густые поросли на них состояли преимущественно из елей. Прямо на пути возвышался небольшой холм, когда путник взобрался на него и прошел все елочные и пихтовые заросли на нем. То немало удивился открывшемуся разительному виду. Просторы заполонили все, что способен накинуть взором один человек. Предмальчиком предстал обрыв колоссальных масштабов. Над всем этим великолепием парили горные орлы. Это была холмистая долина с полями и лесами, горами, оврагами, реками и даже водопадами. Солнце стояло в зените и полновесно освещало все обозримое многообразие природы. Мальчик, конечно, знал местность их дома по картам, что хранились у его отца в шкафу. Но увиденное совершенно не вписывалось ни в какие предполагаемые представления. Ну дела, протянул он, разговаривая сам с собой. Не хватало мне тут заблудиться, да еще и в такой доле от дома. Мальчик всем своим естеством вдруг осознал, как далеко находится от него дом. Но делать было нечего. Восхитительная лошадь была уже так далеко, что ему точно ее не найти. Почему он так просто ее отпустил, он пока не понимал. Наверное, так было нужно. Уж если она его привезла так далеко, то кому, как не ей знать обратную дорогу? Родители, скорее всего, уже сейчас зовут его на обед, а он не откликается. Лучше бы они думали, что он уже познакомился с кем-то из соседских мальчишек или еще просто гуляет. Ну, конечно, так и подумают, и беспокоятся точно не станут. Может, даже до вечера. А вот его беспокойство нарастает вместе с чувством прекрасного от созерцания таких видов. Кто бы мог подумать ранним утром, что к обеду ему откроется этот дивный пейзаж? Самое время немного отдохнуть, подумал он. Отступил немного назад от обрыва и присел там, где стоял. В животе заурчало. Домашний обед пришелся бы очень кстати. Он сел, расслабился, опустил голову и вдруг увидел слабое свечение. Сквозь траву как будто шел мягкий зеленый свет. Мальчик запустил туда пальцы и двумя руками начал раздвигать осоку и высокий клевер. Свечение усилилось и перешло на руки и одежду, затем даже в глазах его заплясали зеленые огоньки. На светлячка это никак не было похоже, скорее на камень. Его пальцы коснулись предмета размером с плод чернослива и почувствовали тепло. Недолго думая, он взял найденное сначала в одну ладонь, потом в другую, покатал в них светлячок. Так он его окрестил про себя, заметно нагрелся от таких действий. Мальчик сразу остановился и бережно положил диковинную находку в карман брюк. Боковым зрением, уловив похожее свечение сбоку от себя, он встал и обнаружил, что вокруг него около дюжины подобных камней, испускающих приятный зеленый свет, даже еще ярче, чем в первый раз. Видимо от того, что крупная ель на краю бросила тень на поляну, где он сидел. Он наклонился и поднял еще несколько камней. Они были немного неправильной формы и один светился немного ярче остальных, потому и привлек его внимание. Этот камень он уложил в отдельный карман, пока солнце не ушло из виду. Он решил отправиться дальше, в путь. По левую руку виднелся относительно пологий спуск, пышно заросший деревьями. К нему и направился. Мальчик подумал, что в такой замечательной долине точно должны жить люди. Ему даже казалось, что он видел дым и крыши домов за теми деревьями устья реки. Где-то на грани видимости вдали, когда воображение может сыграть шутку, значит, есть шанс. И он может спросить у живущих там людей, как ему быстрее добраться домой. Спуск — наиболее прямая дорога туда, ей он и решил пока следовать. Ведь путь одолеет идущий. Весело вспомнил он где-то услышанную цитату. Мягкий мох уже проминался под ногами, а там, где он почти не проминался, судя по всему, лежали крупные камни. Наверное, здесь произошел обвал когда-то. Иначе откуда взяться такой удобной дороги вниз с обрыва? Со стороны обрыв выглядел более отвесно. Не каждый смелый альпинист отважится взобраться сюда. Мальчик не мог поверить в то, что сидел там 15 минут назад. Ловко выбирая место для шага, путник быстро спускался к подножию горы. Будет мудро следовать по течению реки, думал он по пути. Но идти по прямой получится быстрее. Может, даже успею до темноты. Вот только идти по прямой означало опять через лес, почти без ориентиров. Ну, что же, значит, так тому и быть. Слух рассудил он. Смело пойду сначала к ручью впереди, преодолею его по тому стволу, а там будет видно. Дерево упало когда-то давно, о чем свидетельствовал густой мох, поросший на всей его поверхности. Может, это случилось от сильного ветра, либо корни просто размыло водой. При приближении к нему стало ясно, дерево упало не при естественных обстоятельствах. Вокруг основания лежали тут и там посеревшие щепки, как при рубке крупным топором. Значит, тут точно ходят люди, раз уж для прохода сделали такую явную переправу. В поверхности же незнакомые породы дерева едва заметно была утоптана. Точно проходили по ней не реже, чем раз в неделю. Замечательно выходит. Сначала преодолею это препятствие, потом напьюсь воды из ручья на том берегу Ааа. Там уже можно поискать трубки людей. Радостно сам себе составил план мальчик. Он осторожно поставил ногу на край бревна, вдавил каблук в мох, но глубже подошв он не вошел. Смело можно идти. Надежная переправа. Слегка расставил руки в сторону для баланса и пошел, глядя то под ноги, то вперед, то и вовсе на ручьи. Бежала вода, шумела. Сразу захотелось пить еще сильнее. Вот уже середина, еще немного, и вот опасная часть миновала. Не дойдя до конца, он спрыгнул со ствола, развернулся и, оказавшись у воды, пригорошними принялся пить воду. Ничего более вкусного он не пил. По крайней мере, так сначала ему показалось. А когда напился, вспомнил, что соки и всякие шоколадные напитки все-таки вкуснее. На камнях лежали сухие палки, выброшенные течением, совсем белесые. Одну из них мальчик выбрал себе в качестве посоха. Мало ли зачем пригодиться, да и просто удобно идти, если под рукой верная опора. Взобрался на выступ, еще раз оглянулся на обрыв, с которого спустился и двинулся в противоположном направлении. Вид на скалу – отличный ориентир. Короткая поляна быстро перетекла в лес. Дрова сменилась кустами черники, на более открытых местах мелькала красным земляника. Он периодически останавливался, чтобы поесть ягод, а они чудесным образом приглушали аппетит. В местах, где шел густой ельник, заметно становилось темно. Вскоре мальчик стал обходить его более светлыми и открытыми участками. Потом стало еще немного темнее. Так что сумерки наступили довольно скоро. Перспектива остаться на ночь в незнакомом лесу ни капельки не радовала его. Не было даже спичек разжечь костер, не говоря уже о какой-нибудь хотя бы простой палатке. Спустя еще полчаса солнце ушло с макушек деревьев. Сумерки плотным серым светом обступили со всех сторон. Настала пора всерьез задуматься о ночлеге, несмотря ни на что. Даже если ближайший дом лесника или поселение находится через пару сотен метров, ему все равно не дойти до них без опознавательных знаков. А так как нет даже фонарика, того гляди можно и вовсе травмироваться. А это совсем не входило в его планы. Земля под ногами стала заметно приподниматься вверх, уклон нарастал по мере восхождения на очередной холмик. Уже почти на ощупь он прошелся немного по поверхности возвышения и вплотную приблизился к чему-то крупному и темному. Впрочем, в такой темноте все казалось чернильным и темным, не имеющим конкретных вычертаний и границ. Он вытянул руки, дотронулся. Конечно же, это кора. Руки прошлись дальше, одно дерево, но как будто сплетено из нескольких крупных стволов. Оттого и казалось еще шире, чем есть. Вот и отлично, заключил мальчик. Прямо здесь и заночую. Куда мне теперь идти? Дома точно волнуются родители. Может, они уже прочесывают всю округу с фонариками и кричат меня по имени. Моему имени. Только я сейчас так далеко, что меня точно никому не услышать. Диалог с деревом и пустотой прервало ощущение на правом бедре. Ощущение тепла. Быстро смекнув, что являлось его источником, он залез в карман и достал тот некогда светящийся камень, что поднял на краю обрыва несколько часов назад. Теперь он не только излучал свет, но и нагрелся. Мальчик покатал находку немного в руках, повертел по-всякому. Света было мало, чтобы увидеть общую картину леса вокруг, но достаточно, чтобы увидеть красивое темно-коричневое дерево, которое он доселе ощупывал. Свет выхватил небольшое, но уютное пространство, образуемое плотно прилегающими стволами деревьев вокруг. Но не по кольцу, а скорее ромбической формы. Светящийся камень стал слегка вжигать ладони, а спустя пару секунд нагрелся так, что его невозможно было держать в руках, и мальчик его выронил прямо перед собой. Свечение усилилось, ровно изменило цвет почти к белому, а трава и прошлогодние листва, прилегающие к нему, задымилось и обуглилось. Резкий запах дыма привел уставшего путника в себя. Быстро схватив еще сухих листьев и не менее сухого мха, он положил их прямо на источник света, а через пару мгновений, после появления маленьких клубов дыма, первые языки пламени радовали глаз. Собрав все сухие ветки вокруг, он по одной бережно уложил их в намечающийся костер. Спустя несколько минут мальчик уже грелся в тепле потрескивающего пламя. Ощущение счастья заполняло изнутри, и уставшие сзади ноги он вытянул в сторону, упершись ими в выступающий корень самого крупного переплетенного дерева. Пламя отбрасывало с толпы света в разные стороны, и теперешнее место ночлега стало особенно уютным. Над головой на высоте в два человеческих роста плотно переплетались ветви деревьев, образуя подобие крыши. Плотная листва замыкала импровизированную хижину, в которой он сейчас пребывал. Более уютного места, пожалуй, было не сыскать и при дневном свете. Ребенок решил про себя, что удача благосклонна в этот вечер. Хоть и заблудился в лесу, но на ночлег устроился вполне прилично. Не успев додумать эту мысль, он вдруг почувствовал под боком округлый предмет в тот момент, когда укладывался на спину, закидывая руки за голову. Наверное, камень. Но там оказался невиданный плод, похожий на орех, тускло-оранжевого цвета в бородовую крапинку по размеру и в форме со средний лимон. Разделался с кожурой скорлупой на скорую руку и надломил его, тут же почуяв сильный цитрусовый аромат. На вкус незнакомый бледно-желтый плод походил на киви, но довольно жесткий, да, к тому же жирный, словно орех. Действительно, достойное завершение, потрясающе удивительного дня, мелькнула у него мысль. Темнота волшебным образом сгустилась вокруг костра. Сытый и довольный мальчик откинулся на спину и беззаботно посмотрел на густые и темные кроны над собой. На необычайно звездное небо за ними почувствовал величие бесконечного, а потом и сам незаметно для себя уснул. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!